Вот у меня вопрос такой относительно вот этой формулы причащения, когда священник говорит причащение во оставление грехов. Вот это как-то странно, я не очень понимаю, почему именно причащение во оставление грехов и зачем тогда нужна исповедь? Ведь после исповеди же прощаются грехи благодати Святого Духа, а не во время причащения. К причащению человек уже безгрешным должен подходить. Священное Писание говорит, дает жизнь, а прощения грехов ни одного слова нет. Ну принято так, пусть будет принято, только говорят. Может быть не знает, кто написал, а может быть имеет в виду объединяет вместе таинство, как у нас вот мера помазания, это другое таинство, а его с крещением дают и никакого внимания уже не обращают. Это от незнания бывает. Кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни, все ясно. Его кровь как кровь донора с нашей кровью смешивается, и он дает новую жизнь, новую духовную, а не так, что для здоровья, для здоровья. Это вот для здоровья, это помазание, когда собираются престизера, соборование. Все на этом. Спаси Христос. Слава Христу. Так, никого больше нет. Отхожу. Отхожу.